Добрый день. Сокласно указу президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, номер 747 мая 1968 года, об обеспечении жильем ветеранов перед Казничной войной, к юбилею победы ветеран должен быть очень жилье. Срок определенной главы государства для обеспечения суд в очереди 1 мая 2016 года. Претендовать на квартиру ветерана, ставшая на очередь на улучшение жильчных условий до 1 марта 2005 года, либо член семьи умершего ветерана, если он в такой очереди ставит. Веспечение жилья ветеранов перед Казничной войной будет осуществляться, исходя из общей площади жилья 36 квадратных метров и норматива стоимости 1 квадратного метра установленных в метод регион развития Российской Федерации, то есть 29 450 рублей, с часовой отделкой, без учета имеющихся жилья. При этом метраж может быть и меньше, и больше 36 квадратных метров. Главное уложиться в размер социальной выплаты. 1 миллион 60 тысяч рублей. Я прошу еще все так зафиксировать. 1 миллион 60 тысяч рублей. Это та сумма, которая является социальной выплатой. За излишки может доплатить либо сам интерактор, либо если найдете кто-то желающий доплатить, я имею в виду спонсоры, социально ориентированное предприятие и так далее, тогда может доплатить кто-то еще. Данная социальная выплата носит строго целевой характер, то есть может быть выплат исключительно для приобретения жилья. То есть данные денежные средства не могут быть просто перечислены на счет ветеранов, и ветераны этими средствами воспользуются после рассмотрения. Если говорить про технологию, то есть денежные средства перечисляются, когда заключается сделка, которая регистрируется в рек-палате, то приобретена квартира для ветеранов, и тогда эти денежные средства могут быть выплачены. На сегодня граждан подачи под действием президентского указа по тем данным, которые имеются у нас 149 человек. Задача является достаточно сложная, то есть четко абсолютно необходимо понимать, что в аккомпетенции администрации городского округа находится подготовка, постановление, помощь лицам, которые будут получать социальную оплату, в управлении документов, мы готовы оказывать эту помощь, если вопросы занимаются Департаменты социальной защиты и поддержки населения. По каждому человеку ведется отдельная работа. На данный момент составлена анкета на каждого из участников данной программы, в которой учтено в том числе доход семьи и возможность или невозможность проводить доплату за квартиру. Из проведенного мониторинга с Департаментом строительства и архитектуры по рынку первичного жилья, то есть то, что строится, по факту однокомнатных квартир, которые приблизительно соответствуют метражу и примерно подходят по стоимости, исключительно небольшое количество, это квартиры на поселке управленчеством, которые должны быть сданы в эксплуатацию в декабре, в декабре этого года 22 квартиры Самара-Базис предприятия. Предварительные переговоры с руководством Самара-Базис проведены, то есть мы рассчитываем в том числе, если ветераны согласятся поехать в данные квартиры, то мы сможем осуществить, опять же, в двух необходимых условиях обязательных, это согласие ветерана раз, и сдача дома в эксплуатацию регистрации в палате 2. Тогда мы можем определенным образом закрыть данный вопрос. Если говорить о других предприятиях, то однокомнатных квартир, соответствующие метража, и те, которые готовы продать по достаточно небольшой стоимости, в городе практически нет. Средняя стоимость по мониторингу, я думаю, что мне мой коллега поправит, по нашим данным 47 тысяч рублей за квадратный метр, это черновая отделка, то есть это не чистовая отделка. Вчера проходило совещание по данному вопросу достаточно существенное, мы сегодня совместно выходим на пресс-конференцию по данному вопросу, поставлена задача подыскивать квартиры не только на первичном рынке жилья, но и на вторичном рынке жилья, и предлагать это индивидуально каждому семье, но ветерану или семье ветерана. Ну вот примерно вот такая ситуация у нас сейчас есть. То, что мы хотели бы сказать, по поручению главы города, я бы хотел обратиться ко всем строительным предприятиям, ко всем предприятиям, которые находятся на территории городского округа Самары, которые считают себя социально ориентированными, с предложением, просьбой принять участие в реализации данного указа президента, и помочь ветеранам реализовать данный указ президента.